А что у тебя сейчас с финансами? Какая ситуация? Другой тут все плохо. Денег нету, не хватает, ни на что. Мы говорим, у меня есть понимание, что скорее всего Бог хочет тебя побесловить очень сильно. Да, все, мы помолились, все. Приезжаем через год, тот же самый человек, тот же самый людей. То есть опять, уже тащит, нашел с деньгами. То же самое, ничего не поменялось, только год нашел. Мы говорим, слушай, брат, друг, а что у тебя с деньгами? Он говорит, после вашего слова, все классно, короче, все бизнес, пошел, деньги пошли. Я говорю, ты знаешь, у меня есть понимание, что Мамона давит тебя. Он говорит, я говорю, сиди теперь, ну да, как начали бизнес, что ты ушел с головой, не почитать, не помолиться, и Богу времени нету. Одно и то же мнение. В разных ситуациях, значит, абсолютно разно. Поэтому нужно думать, нужно понимать. И это, ну, такие рекомендации, которых очень много и о которых мы говорим. И следующее, это применение. Ну, вообще, применение. То есть, первое, это получение, второе, истолкование, и третье, применение. Нам нужно понять, что если какое-то пророчество было высвобождено в нашу жизнь, оно состоится, если мы будем двигаться по дороге этого пророчества. То есть, если мы не будем двигаться, то оно как бы и не состоится. Поэтому мы должны понимать, что применение содержит определенную родную условия. Мы их назвали «но» или «ес». То есть, если ты исполняешь – не входишь, если «но» не исполняешь – не входишь. Опять же, есть пророчества, которые сбудутся сто процентов. Независимость от того, что ты делаешь или нет. Хочешь, не хочешь – для сколь придет. То есть, это вот пророчество, которое утверждено, то есть, от тебя ничего не зависит, хочешь – на ушах, хочешь – на ногах, стой и кричи – «Бог не приходи», он придет. То есть, здесь от тебя уже ничего не зависит, это надо применять. Но откровение, которое мы получаем в свою жизнь касательно нашего будущего, нашего служения, какое-то наставление, то, что касается времени определенного, оно будет исполняться только если мы будем идти по стопам. этого пророчества, по дороге этого пророчества. То есть, мы это нужно очень хорошо понимать. Не нужно здесь торопиться, не нужно сразу ломиться в этом. Нужно, во-первых, ну, я говорю, то есть, тебе даже сказали это, ну, ты сам подумай – надо оно тебе или нет. Готов ли ты или не готов? Отзывается, потому что, поймите, пророчество, ну, наверное, в 80% случаев подтверждает уже то, что есть в твоем сердце. Как правило, подтверждает то, что есть в твоем сердце. Поэтому помолись, пойми, надо оно тебе или нет. Опять же, я говорю, что, когда мы кому-то чего-то высвобождаем, это не значит, что это закон, а то это так. Когда мы высвобождаем человека, мы говорим, подумай, сам рассудуй, потому что мы люди. Мы можем что-то ошибаться, мы можем что-то не так понять. То есть, Бог не дает нам полную картину понимания всего того, что Он хочет тебе сказать. То есть, мы видим отчасти. И вообще, мы говорим, что пророческое служение. Опять же, мы разделяем пророков и пророчествующих, потому что писание – это две разных непостаси. Люди, которые занимаются пророчествующими – это люди в церкви, как правило, души попечителя. Потому что пророчества – для насветания и вещания его решения, функция души попечения. То есть, кто, как не пророчествующий человек, может знать, что находится в мире человека. Люди приходят со своими проблемами, плачутся, сопли опускают. И если ты будешь им служить душою, то ты будешь с ними плакать и сморкаться. Но когда ты получаешь из духа, ты говоришь, да вообще у меня там проблемы у брата или у друга. Проблема вообще к другому. Как правило, у тебя проблемы есть между душей, но тем не менее. А муж плохой, дети плохие, я нехороший. Но Бог открывает, все слушают. Проблема вообще не в этом. Проблема в правоотношениях или еще чего-то. Поэтому пророческие люди, люди, которые несут вот это пророчествующее служение, пророчествующее, они очень хороши для того, чтобы быть хорошими, эффективными душепопечителями в церквях. И мы видим, и мы об этом говорим. Я расскажу вам одну историю, потом прочитаю местописание, которые говорят в этих книгах. Служили мы в Нинске. Делали такой маленький кемпинг с малатками. И приезжает там одна сестра, приехала, и такая видно, что зуб она точит на этих пророчествующих людей. Такая подходит там, ну к нам. И говорит, ну шо ж вы пророки на пророчествую моему мужу. Значит, она не о нас говорит, а просто об этом служении, о том, что кто-то еду на пророчествую. Мы говорим, а шо случилось? Она говорит, а приехали тут одни лет пять назад. Сказали моему мужу, что он пастором будет. Я говорю, и что? Пять лет уже пьет. Я думаю, пьет от чего? Потому что такое пророчество вызывает. Он говорит, ты будешь пастором. Он все забухал, короче. Ну и то нет, только не на радостях, а не на горе, не знаю. Он говорит, все пьет, не вылазит. Где же это, типа, пророчество? Чего ж оно не сбылось? Я говорю, я говорю, женщина. Я говорю, уже это непонятно. Я говорю, уже это непонятно. Я говорю, как, по-вашему, это должно было случиться? Ну я не отвергаю слова, я говорю, я с людьми не борюсь, я просто задаю вопросы. Я говорю, как, по-вашему, это должно произойти было? Он говорит, Бог должен был позаботиться, чтобы все осуществилось. Я говорю, ну, окей. Я говорю, хорошо, ну давайте представим, как бы Бог об этом должен был позаботиться. Я говорю, то есть вашему мужу сказали, что он будет пастором? Он говорит, да. Я говорю, окей. Я говорю, наверное, у вас возникает, или у меня даже больше возникает в голове такая картина. Раннее утро, часов 9 утра, светит солнце, птички поют. Ваш муж лежит на кровати, и вдруг какой-то момент сила Божья поднимает вашего мужа на кровати. И берет и несет его куда-то. И вот он летит над городом, над улицами. Эта сила одевает его красивый пиджак, дает ему мудрость, как вести церковь. Открывает знания Писания, проводит богословские семинары, пасторские семинары. И вот пока он летит там до какого-то момента, эти несколько минут Бог вкладывает на все познание пасторства. И сила Божья приводит его, ставит его перед кафедрой тысячной церкви. Я говорю, как, вот так что ли должен был Бог сделать? Он говорит, я просто искренне его не догоняю. Я говорю, как, вот так, наверное. То есть он такой, пришел, ты будешь пастором, о, нормально. Такой, сел на суд, включил телевизор, пьет пиво, ест чипсы, все классно ждет. Я говорю, пастором. Уже 90 лет умирать пора, он все ждет. И таких людей тоже очень много. Я говорю, да поймите вы, если он не будет видеться по стопам этого слова, он и не найдет в это слово, но все же понятно. Все же понятно. Опять же, смотрите, я вам скажу такую вещь, не знаю, слышали вы или нет, но очень такое заявление, чтобы так сказать громкое. Что многие вещи в нашей жизни определяем мы сами. То, что будет. То, что будет в нашей жизни. Я сейчас прочитаю ли мы сами писали, что многие вещей в нашей жизни не определены. Хотя вы знаете, что Бог всем знает. Но многие вещи в нашей жизни не определяют. Поэтому я вижу, встают, такие взгляды. Что ты говоришь? Что ты говоришь такое? Я бы хочу прочитать несколько из писаний. Одно место из Писания, когда говорит, что если ты идешь... Вот пророчество, что такое пророчество? Это вот здесь тебе сказали пункт А, и вот здесь где-то пункт Б. То есть, если искали пастор, если высыпали слово, то здесь уже пастор. То есть, есть какой-то определенный путь, который ты идешь и проходишь какие-то вещи. Писание. Четвертая книга Царств, 13 глава, с 14 по 19 крестик. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил, Отец мой, Отец мой, колесница Израиля и кольница его. И сказал ему Елисей. То есть, сейчас начинает высвобождаться пророчество. И сказал ему Елисей, возьми лук и стрелы. И он взял лук и стрелы. То есть, он четко следует тем словам, которые были сказаны Елисеем в его жизни. Берет лук и стрелы. И сказал царю израильскому, положи руку твою на лук. И он положил руку свою. То есть, Писание, почему так подробно? Потому что, Писание показывает, что здесь он идет четко по тому пророчеству, которое было высвобождено в его жизни. И наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал, отвори окно на восток. И он отворил. То есть, смотрите, Елисей дает какое-то пророческое слово, которое нужно что-то исполнять. И царь исполняет его в точность. И сказал Елисей, выстрелим. И он выстрелил. И сказал, это стрела избавления от Господа. И стрела избавления против Сии. И ты поразишь Сириан в Афеке в конец. И сказал Елисей, возьми стрелку. И он взял. И сказал царю Израильскому, бей по земле. И он ударил три раза и остановился. Условий не было. Он сказал, просто бей по земле, стреляй по земле. Без условий. И разгневался на него человек Божий и сказал. Почему он разгневался? Что при его уровне обиновали? Надо было бить пять или шесть раз. Тогда бы ты подбил бы Сириан совершенно. А теперь только три раза поразишь Сириан. Смотрите, он пришел к какой-то границе, которая в будущее определяла, что сделает человек, как он пойдет по этому слову. То есть, если бы он шесть раз стрелял, он бы поразил Сириан в конец? Поразил. Сто процентов, потому что об этом говорит Елисей. Но он стреляет всего три раза. И будущее он свое как определяет? Что он поразит всего три раза. Поймите, очень многие вещи в нашей жизни зависят от того, насколько четко мы исследуем пророчество, мы снова исследуем ее вообще. И эта история яркая тому доказательству. Елисей говорит, что делать, а он делает. Делает, все правильно делает, все хорошо, Елисей манит его, все нормально. И потом, когда Елисей не станет в этих условиях, просто будет клей. Он бьет, он бьет всего три раза. Нам нужно понять, что многие, ну не многие, некоторые вещи в нашей жизни, они неопределены, мы сами их определяем. Насколько мы хотим в это войти, мы вообще войдем ей. Опять же, есть еще одна история про Илью, когда дружище накормила его, но не будем прочитывать за эту историю. Я хочу лишь только, чтобы вы поняли, что если ваша жизнь, в вашу жизнь высвобождена, какое-то пророческое слово, которое говорило о вашем призвании, о вашем служении, о том, что вы должны делать, я должен делать. Если это почему-то не исполняется, не исполняется в полной мере, посмотрите, насколько вы действуете по пророческому слову. Опять же, когда мы людям что-то освобождаем, мы говорим, ну ты сам подумай, сам-то размышляй. Мы никого никогда не торопим. То есть хочет человек или не хочет. Все зависит от человека в данном моменте. Вольфу там этого входить не будет, когда это уже его как-то дело. Ну, вот так вот, наверное, коротенько и быстренько мы с вами поговорили о целостности пророческого служения. Поэтому я вам сейчас нарисую две цифры, которые на первом рах вам помогут. То есть вы можете забыть что-то, что-то упустить из того, о чем я говорил. Такая цифра. 53. Вы понимаете, что это за цифра? Вы поделите ее на две составляющие. На пятерку и на тройку. Окей. Это пять духовных чувств и три этапа. Это и есть целостность. То есть через пять духовных чувств мы получаем, да, через три этапа оно проходит. То есть получил и столковал, и если я в октябре другому прикинул. И тогда это уже будет целостность пророческого служения. Хорошо. Давайте мы сейчас сделаем перерывчик на десять минут, и немного практикуемся с вами. Время часа. Давайте. Ну. Время. Давайте.